Добрый вечер! Вы смотрите информационную программу неделя в студии Георгий Плеев. И в этом выпуске все главные события республики за эту неделю. Праздник Молдовьяна отметили жители и гости республики в эту субботу. Организовано мероприятие «Винодельный Иронсен», которая за небольшой период работы уже имеет широкий ассортимент вин под брендом Южной Осетии. Виноделы, выпускающие вина разных сортов под марком Иронсен, Сенав, Сири и Борджинис, конечно же, угостили своих гостей продукцией, над качеством которой усердно трудятся. Эпицентром фестиваля молодых вин стала летняя веранда «Кафе Винченца», где и проходила основная часть презентации. У присутствующих была возможность не только дегустации представленных вин, но и непосредственного участия в процессе отжима вина. Один из учредителей «Винодельный Иронсен» Таймураз Гогенов поблагодарил гостей праздника и сообщил, что в ближайшие месяцы «Винодельный Иронсен» приступит к производству коньяка. На праздник вина пришел и Анатолий Бибилов, отметив, что в Южной Осетии производят качественное вино, которое уже имеет спрос на рынке как в самой республике, так и за ее пределами. Культура виноделья в Южной части Осетии всегда была, причем была на серьезном уровне. Когда мы уже начинаем знакомить за пределами Южной Осетии с качеством нашего вина, это, наверное, двойная радость. Я уверен, что у вин Алании большое будущее. На сегодняшний день уже подставляют большое количество вин в разные торговые сети Российской Федерации. Причем, еще раз подчеркиваю, качество этих вин уже оценены людьми, которые пробуют это, дегустируют, участвовали на разных выставках международных, где получили серьезную оценку качества наших вин, и это не может не радовать. Граждане с ограниченными возможностями, как никто другой, нуждаются во внимании и общества, и государства. И также они, как никто другой, отзываются благодарностью на оказанную помощь, потому что жизнь им приходится видеть с другого ракурса. Чтобы немного облегчить им жизнь, в рамках специальной благотворительной программы президент республики на этой неделе вручил инвалидные кресла тем, для кого это является единственной возможностью выбраться из четырех стен и просто подышать свежим воздухом. В свои 23 года Ринат Пикоев нечасто бывает на улице. В шестом классе у него начались проблемы со здоровьем, болели суставы, а впоследствии и вовсе отказали ноги. С тех пор парень лишь изредка в сопровождении мамы спускается с четвертого этажа многоквартирного дома по улице Целинников. Сегодня при помощи президента Ринат смог опробовать свое новое средство передвижения и сразу освоил его пульт управления. Тамара Багаева по состоянию здоровья большую часть времени проводит в постели. Самостоятельно выйти из дома и подышать свежим воздухом не под силу пожилой женщине. Анатолий Бибилов вручил ей инвалидное кресло. Теперь дочь сможет вывозить ее на прогулки. Уже много лет к инвалидной коляске прикован и гиви ТДФ. Мужчина передвигался по своему району Гафеза на старой коляске с ручным управлением. Глава государства преподнес ТДФу автоматизированную коляску. Теперь ему будет намного легче выходить во двор. Тем более, что благоустройство территории района подходит к концу. Еще одну коляску получил житель улицы Аксокольева Геннадий Вовк. Год назад мужчине потребовалась срочная операция, вследствие чего пришлось ампутировать ногу. Еще три кресла сегодня же будут переданы жителям, проживающим в городе Схимвал, в поселке Знаур и Галуантыкау. Во время оказания помощи было вручено порядка 30 инвалидных кресел. На сегодня все заявки от людей с ограниченными возможностями удовлетворены. Они были приобретены на средства благотворительного фонда «Единство Аланий», учредителем которого является Анатолий Бибилов. На этой неделе указом президента на должность главы администрации Знаурского района назначен Суслан Хубаев. Анатолий Бибилов по назначении на должность Хубаева принял его и пожелал ему плодотворной работы. Было отмечено, что в Знаурском районе еще много нерешенных проблем. Президент выразил уверенность в том, что новый глава сделает все возможное, чтобы решить их. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день! Анатолий Бибилов принял участие в торжественной церемонии инаугурации главы Абхазской республики Рауля Хаджимба. Избранный на второй срок президент принес присягу на верность своему народу. Президент Южной Осетии в своей поздравительной речи отметил, что голосование на состоявшихся выборах подвело итоги деятельности Хаджимба, показав, что большинство избирателей, как и прежде, связывают именно с ним перспективу дальнейшего поступательного развития страны. Анатолий Бибилов пожелал Раулю Хаджимба успехов на высоком посту в интересах страны, а абхазскому народу новых достижений мира, национального согласия и процветания. И в эти же дни Анатолий Бибилов и Рауль Хаджимба провели встречу в двустороннем формате. Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между странами. Лидеры двух стран обозначили задачи дальнейшего выстраивания отношений братских республик. Дружеские добрые отношения Абхазии и Южной Осетии будут крепнуть, заверил новоизбранный президент Рауль Хаджимба своего коллегу Анатолия Бибилова. Глава абхазского государства поблагодарил делегацию Южной Осетии за участие в столь значимом политическом мероприятии и поддержку, которую абхазский народ чувствует со стороны жителей и руководства нашей республики. Те отношения, которые складываются между нами, это отношения двух братских народов, прошедшие очень сложный путь и впереди. Мы об этом говорили. Очень много важных задач, которые должны мы решать совместно и выстраивать те отношения, которые будут полезны для наших народов. И сегодня я еще раз искренне благодарен вам за всю ту делегацию, которая здесь находится из Южной Осетии. Для нас это, я думаю, событие, которое еще раз демонстрирует наши отношения, наши связи. Вступление в должность президента Абхазии имеет историческое и политическое значение, отметил Анатолий Бибилов. Безусловно, это важный день для абхазского народа. И представители Юга Осетии не могли не присутствовать на торжественной церемонии, подчеркнул Бибилов. Я еще раз заверяю вас в неизменности курса на сближение наших народов, в неизменности курса на те отношения, которые у нас сложились и складываются веками, теплых, братских отношений. И заверяю вас, Рауден Почи, что в дальнейшем мы все будем делать, и в Российской стране, и без сомнения, мы будем все делать для того, чтобы эти отношения наращивались, эти отношения остановились ближе, теплее, лучше, и чтобы они развивались. В конце встречи Анатолий Бибилов преподнес абхазскому коллеге памятный подарок. Цели, которые вы для себя ставите, они будут достигнуты, как все стрелы, которые должны быть выкушены, которые должны попасть в цели. Спасибо большое. Спасибо. Кабинет министров на состоявшемся на этой неделе заседании в числе других вопросов рассмотрел ситуацию, сложившуюся в исправительной колонии. По словам главы Минюста Золиной Лалиева, инициаторами беспорядков стали четверо осужденных. Их действия расцениваются как нарушение внутреннего распорядка. Лалиева отметила, что все предпринятые действия и меры, направленные на разрешение обстоятельств, не выходили за рамки закона. В повестку заседания был внесен и проект закона о льготном кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства. Председатель правительства Эрик Пухаев сказал о необходимости поддержки развития не только малого бизнеса, но и среднего предпринимательства. 2019-й юбилейный год Коста Хитагурова, человека, изменившего ходы настроения эпохи для целой нации. Ко дню рождения гения на этой неделе было приурочено несколько научных конференций. В ИОГУ были представлены доклады о жизни и творчестве Коста Хитагурова. В Национальной библиотеке имени Анахарсиса прошла конференция, приуроченная к 130-летию со дня издания культовой книги в истории осетинской литературы Ирон Фендер. В Скинвале продолжается реализация программы «Безопасный город». На протяжении двух месяцев у школ и детских садов оборудуются ограждения, устанавливаются светофоры и дорожные знаки. О безопасном городе наш следующий репортаж. В рамках реализации проекта «Безопасный город» перед школами и детскими садами устанавливаются металлические ограждения вдоль проезжей части, чтобы обезопасить пешеходов и, самое главное, детей. Они представляют собой металлические заборы, которые в случае необходимости смогут остановить автомобиль. Защитные ограждения уже установлены перед 5-й, 6-й, 12-й школами и гимназией «Альбион». Монтаж конструкции осуществляется силами городской администрации. Металлические ограждения будут установлены перед всеми образовательными учреждениями города. Благодаря реализации этого проекта мы обезопасим наших детей. За последнее время появилось большое количество автомобилей. И не секрет, что не все водители умеют водить на должном уровне. И нередко многие из них превышают скорость. Также в рамках проекта «Безопасный город» мы перед школами оборудуем пешеходные переходы, светофоры, чтобы дети безопасно переходили дорогу. Установка надежных заграждений положительно отразится на безопасности, прежде всего, школьников на дорогах. Что касается светофоров близ учебных заведений, их уже устанавливают. В первую очередь установку начали с проблемных участков, с наиболее оживленным движением. Для того, чтобы беспрепятственно перейти через проезжую часть, пешеход должен нажать вот на эту кнопку, после чего вот здесь появится надпись «Ждите». Загорится красный свет для водителя, что означает полная остановка. Несмотря на то, что светофоры еще устанавливаются, дети освоили, как включать, когда и как переходить дорогу. Программа «Безопасный город» осуществляется совместно с госавтоинспекцией. Во время учебного процесса дети должны быть в безопасности. С этой целью управление госавтоинспекцией приступило к установке искусственных неровностей и проведению дорожных разметок. Во время учебного года, когда дети массово посещают школу, нередко наблюдается беспорядочный переход детьми через проезжую часть. Для предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма управление госавтоинспекцией совместно с администрацией города приступили к установке перед школами металлических ограждений. В ГАИ также заключили, что светофоры подключат, как только полностью завершат их установку. Алена Уттайва, Арсень Гассиев, Фатима Кумаритова для программы «Неделя». Еще одно новое здание построено в городе в рамках большого строительного процесса. Это здание Комитета по налогам и сборам на улице Суворова. Строительство находится на стадии интерьерных работ. Репортаж Ригины Черткоевой. Строительство здания Комитета по налогам и сборам подходит к завершающей стадии. На объекте работает около 30 человек. Маляры, штукатурщики, плиточники, разнорабочие делают все возможное, чтобы выполнить все работы качественно и в срок. Проектное решение приятно удивляет горожан. Это будет одним из самых красивейших зданий столицы. К строительству объекта приступили в мае. Сейчас рабочие заняты укладкой фасадной плитки. Параллельно ведутся внутренние отделочные работы. Завершаем установку вентиляционной системы. Почти все рабочие и местные ребята. Они ответственно подходят к своим обязанностям. У нас работает около 30 рабочих. При необходимости мы увеличим их количество. Они обеспечены необходимым строительным материалом. Финансирование получаем своевременно. На днях рабочие приступили к установке дверей. Следующий этап – покраска стены и укладка ламината. В здании уже установлены кондиционеры. Будет работать пожарная и охранная сигнализация. Территорию облагородят и будет находиться под постоянным видеонаблюдением. Объект будет сдан под ключ. Работу выполняет строительная фирма «БАДО». Организация хорошо себя зарекомендовала. Ими построены детские сады в селе Дменис и на привокзальной площади. Как рассказал сам руководитель фирмы Владислав Вайлев, на всех объектах работы выполнены качественно. Школьник Тимур Джиоев, представивший собственное сочинение о Валерии Геергееве в рамках конкурса в международной акции «Наши герои» стал победителем от нашей республики. На этой неделе Тимур Джиоев был награжден. В Россотрудничестве состоялось награждение участников международной акции «Наши герои». 13 тысяч участников из 11 стран. Среди них 10 школьников из Южной Осетии. Победителем от нашей республики стал ученик гимназии Альбион Тимур Джиоев. В качестве героя своей конкурсной программы Тимур выбрал известного сетена, музыканта, руководителя Мариинского театра Валерия Георгиева. Спасибо тебе большое за участие. Надеюсь, что ты Южную Осетию достойно представишь и в Артеке. Там, если я не ошибаюсь, там тоже будет конкурс. Среди 20 человек. Мы за тебя здесь будем болеть, будем держать кулаки, что говорится. В общем, удачи тебе. И два слова о твоей работе, пожалуйста. Я написала про Валерия Георгиева. Он, по-моему, и вообще является на сегодняшний день самым известным осетином. Его имя знакомо даже с тем, кто далек от музыки. И в моей презентации уклон шел на его подвиг, который он совершил в 2008 году, когда он пришел в Схимвал и выступил перед разрушенным зданием парламента. По условиям международного конкурса «Наши герои» участники из Южной Осетии представили работы, посвященные людям, которые, по их мнению, совершили героические поступки во благо своей Родины. Школьники провели большую исследовательскую работу, собрали материалы, провели презентации. В сочинениях нашли отражение и герой Великой Отечественной, и герой новейшей истории Осетии. Исап Лиев, Хаджимурат Мамсуров, Гришек Санакоев, Олег Голованов. Школьники постарались представить максимум интересной информации о героях родного края. Спасибо большое всем за участие. Начнем с наших молодых людей. Вы молодцы, у вас все хорошие работы. Видите, вот разные работы у каждого, все хорошие работы. Если бы, конечно, моя воля, я бы всех отправил в Артек. Все участники и кураторы были награждены благодарственными письмами. Победители отправятся в лагерь Артек. В течение трех недель будут принимать участие в различных акциях и конкурсах. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова